Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают вот со всем этим, для меня это какая-то по большому счету изначальная и всегда была вообще девичья история. История для девчонок, да? Стоит ли это делать парням? И вообще для чего это надо? И на что это направлено? Вот как-то так замороченно. Миша, я, наверное, даже тебя удивлю, потому что вот сейчас я столкнулась с тем, что огромное количество мужчин пишут и пробуют и требуют индивидуальные занятия. Почему? Потому что растяжка нужна как в боксе, в тайском, в рукопашном бое, да? В профессиональном теннисе. Вот сейчас одна из моих последних работ была связана с тем, что я работала с профессиональными теннисистами и мы смотрели видео, изучали моторику и как работает тело теннисистов и на самом деле я обалдела от того, насколько у них много растяжки, потому что когда летит мяч, они носятся там за мячиком, да, по корту, они не осознают, то есть понятно, у них есть цель, да, там отбить ракеткой мяч и они делают такие выпады, то есть если тело не подготовлено, то это травма. То можно порваться банально. И более того, если вы посмотрите, там, да и на ютубах есть прикольные видосы, как действительно все травмируются в этот момент, они бегут за мячом, они делают глубокий выпад, пах был не готов, все. Он потом там хромает, идет. То есть хоккей, вратари, чистейшей воды с стрейчингом, да, то есть поперечные шпагаты, когда отбивают там. Ну то есть на самом деле это такая уникальная вещь, это даже полезно просто обычным людям. Вы зимой идете по льду, вы, не дай бог, там подскользнулись, если ваши связки не готовы, все. Более того, там, да, вот девушки поймут, как никто. Мы идем на каблуках, подвернулись там на дороге, в янку залезли, все, блин, на стол потом болит. То есть наше тело так устроено, что если вы о нем заботитесь, и вы растягиваете в разных местах все, вы себя максимально ограниченно, как бы обезопасиваете от различных травм. Поэтому, конечно, стрейчинг для мужчин, для женщин, полезен для всех в любом возрасте. Короче, на самом деле, вы вот такой, девчонки, берем своих парней и все идем на стрейчинг. Вообще все идем на стрейчинг и подготавливаем свое тело к крутому. Они вообще за счет того, что активно идет нагрузка на мышцы, за счет того, что кровь приливает постоянно к ногам. У них мышцы очень сухие, они вообще удивлянные. Так же, как силовые там бодибилдеры, да, у них вообще со стрейчингом все очень плохо. Поэтому, тем более, очень важно постоянно мышцы держать в тонусе и заниматься ими. А нет такой штуки, что там, допустим, вот у меня сейчас есть цель вырасти, да, в смысле в массе увеличиться, да? Если я буду это совмещать, одно другому вредить не будет? Если мы говорим об идеальной методике, то лучше в мухе отдельно, котлеты отдельно. То есть, когда вы работаете с шпагат, там, например, на результат, да, мышцы, у вас работает мышечное волокно в длину растягивается. Когда мы говорим о силовой нагрузке, за счет притока крови, она раздувается в ши. Соответственно, когда вы ее сначала раздули в ши, потом растягиваете, это излишняя нагрузка на мышцу. Нет, если я буду два разных дня, в один день, допустим, я расту, в другой день я прихожу к тебе, и мы меня там растягиваем. Это идеальный вариант. Идеальный вариант. Конечно же, после силовой нагрузки тоже надо делать базовый какой-то стрейч, обязательно. Мышцы должны вернуть в изначальное положение свое. Но если мы говорим о результате на стрейчинге, разные дни, обязательно. Супер. В общем, наш журнал продолжает пропагандировать спорт, растяжку, красоту, гибкость и все, что нужно вам для совершенства. И спасибо, Катя, за то, что была с нами и немножко нас растянула. Вам спасибо за этот мазохизм. Спасибо огромное. Было круто, на самом деле. Было круто, громко, матершинно, весело и, главное, мне кажется, полезно. Да, самое главное. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok